действительно пути неисповедимы наши и порой мы ведем себя очень витиевато сейчас мне вспомнилась история ну несколько вопросов прозвучало о неприятии рождения ребенка конкретного пола я сталкивался несколько раз с ситуацией когда очень необходимо чтобы был рожден сын когда рождалась моя дочь в отделении лежала девочка которая неистово билась в истерике кричала заберите это и дайте мне сына у нее родилась дочь ей почему-то по каким-то причинам срочно надо было чтобы у нее был ребенок именно мужского пола встречал я людей которые не забирали своих жен потому что у них были дочери и больше никогда не общались с этими женщинами и вот этот фетиш сын оставим за скобками что сыновья рождаются к войне он в общем то объясним только с точки зрения кармических нагрузок порой если это женщина замороченная на сыновьях и очень часто в семье несколько детей и сыну отдаются приоритеты а девочка непотреб лучше бы ее не было вот больше встречается все-таки перекус перекус в сторону сыновей вот и это звучат фразы я сама мать сына я ее понимаю и так далее когда я становился отцом мне было важно чтобы мои мой ребенок был здоров чтобы он был счастливым правда я хотел девочку и один и второй раз и мои приоритеты были 7 лет я всем может быть в 10 лет наверное около десяти встретил до горлики на который выгуливал девчонку лет двух-трех в бантах в рюшах и хусточки это было невероятное зрелище этот дух шел медленно оглядываясь осторожно боясь дышать и это чудо вело его на поводке на вот этот вот это момент выбора когда я решил что у меня будут дочери я ничего не имею против любого пола были бы у меня сыновья и их любил бы не меньше меня конечно уже ничего не удивляет вот но я попытаюсь объяснить есть очень много всевозможных причин почему такое болезненное восприятие мужского пола у женщин это потому что фактически в теле женщины воплотился мужчина это порой скрытая лесбиянка или бисексуал и тогда конечно она отдает предпочтение мужскому полу и плюс срабатывает парадигма религиозная в том числе христианство о нечистоте женщин о том что это низшие существа дорогие мои своей жизни мне посчастливилось слышать тост мудреца о женщине находясь с ним за одним столом и несмотря на религиозное убеждение это был расул гамзатов мне был 21 год меня это потрясло человек около 40 минут говорил о женщине он воспевал мать бабушкины руки глаза и сердца сестры взгляд дочери и так далее жизнь дающая это существо которое приводит на этот свет нас всех женщина мать этого достаточно для того чтобы почитать ее и не осквернять вот этим вот богохульством о приоритетах мужчины в любом виде виде сына отца брата свата мужа и всего остального прочего поэтому конечно эти болезненные состояния связаны наверняка с больной кармой иногда с больной психикой вот конечно надо исцелять потому что вам должно быть все равно какого пола у вас ребенок для вас должно быть важно чтобы он был счастливым и здорово поэтому живите в любви исцеляйте свои фобии любите всех одинаково начните с себя